Мои сестры, Христос воскрес! Истина воскрес! Слава Господу! Я сегодня хотел предложить интересный текст Священного Писания, над которым будем размышлять. Этот текст находится в Новом Завете, Послание к Евреям, 12 глава, всего три стиха, 15, 16 и 17. Послание к Евреям, 12 глава, с 15 по 17 стихи. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возник, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который как бы Исав за одну снеде отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, Он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог применить мысли Отца, хотя и просил об этом со слезами. Аминь. В переводе 16 стих не хватает одно слово. Другие переводы я искал. Румынский перевод 16 стих начинается со словом «бодруствуйте, чтобы не было между вами». Ну, и дальше по тексту. Здесь мы, автор послания к Евреям, открывает нам четыре греха. Я хотел вместе с вами сегодня говорить о последнем, о неверии Исава. То, что тронуло сердце, это место Священное Писание, есть одно ключевое слово, которое находится в 16 стихе «последнее полустишее». Слушайте, как оно звучит. «Как Исав за одну снеде отказался от своего первородства». И я подумал, слушайте, а сколько есть людей, которые, вы знаете, что много грешат. Чтобы вы не показали пальцем, покажите так. «Все мы много согрешаем», говорит Яков. «Меня интересует совсем другое, что люди все согрешили и лишены славы Божьей, написано. Меня интересовало другое. А есть в Библии люди, которые всего один раз согрешил и больше не могли себя восстановить, и Бог принял для них особое решение за допущенный грех». Ну, мы вернемся к мысли, которые я начал. Я хотел сказать, что сегодня будем говорить о грехе. Грех, который борется против человека. Грех, который постоянно беспокоит нас. И грех, который беспокоит самого Бога. С этими грехами каждый день, искушение, которое мы совершаем по невнимательности своей. И часто Дух Святой отвечает, как решить эту проблему. Как дать правильный ответ? И почему, Господи, Ты оставил нас на этой земле, и чтобы мы каждый день совершали какие-то ошибки? Есть одно место в Священном Писании, кажется, в Псалтерях. Написано, Ты это делал, и Ты думал, что Я такой, как и Ты. Почему Бог одних прощает, терпит, носит на своих руках всю жизнь и дает им вечность и спасение, а для других всего один грех? И Бог не поменял свое решение по отношению к ним. Я нашел в Священном Писании очень много таких героев. Мы будем о каждом говорить. И вы увидите, что это люди такие, как и мы. Есть разные возраста, есть разные служения, и есть разные обстоятельства. Но Бог для них почему-то, несмотря на их имя и на их место в этом мире, служение перед Богом, служение в храме всего за один грех. И Бог наказал их. Вместе с этим я хотел настроить вас на то, что вы поняли чажесть греха. который мы совершаем. Мы привыкли в этом мире жить. И мы находим в Библии, что есть очень много людей, которые много грешили. Самсон, Саул. Самсон, который... Соломон, который имел тысячу жен, он мог грешить. И кто-то может сказать, слушай, я всего 9666, и до тысячи еще есть. Можно еще грешить. И хочу сказать о том, что верующие дети Божьи привыкают к грехам, к грешной жизни, повторяя, думая, что у Бога есть силы для прощения. Кровь Иисуса Христа омывает, и мы так учим других. Вообще послание к евреям, я где-то нашел ответ на вопрос, а что у вас есть такого? Кто-то сказал, что самое лучшее проповедовать мусульмане, но он быстрее обратится к Господу, чем евреи. Эта проблема тогда стояла в первоапостольской церкви. Автор, который написал послание к евреям, действительно столкнулся с тем, что иудеи, евреи не принимали. У них был один вопрос. Вы что даете нам? Вот у нас храм, закон, священники, жертвоприношение. Что у вас? И вот этим занимается автор послания к евреям, описывая это послание, сказать еврейскому народу, что у нас есть. Скудный стол. И на нем хлеб и вино. Это Христос. И автор описывает, что Христос больше пророков, больше священника, больше закона. Христос все во всем. Конечно, такие очень тяжело проповедовать. Но возвращаясь, я хотел этим сказать, что грех – это страшное дело человека, которое совершает. грех, который делает человек, он записывается в сердце самого человека и записывается самим Богом, острым железом. И он остается перед Богом. Да, он прощает, но тяжесть греха. И вы увидите, что за таких грехов было правильное решение самого Бога. Но для того, чтобы увидеть этих людей, я хотел пригласить вас ни в Иерусалим, ни в другую страну, ни в Ветхом Завете. Хотели вместе подняться на небо и увидеть, и послушать слово, которое записал пророк языки. Там на небе что-то произошло. И один из служителей Божий всего один раз совершил грех. И вот Езекииля, 28 глава, с 15 стиха. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризалит, аникс, аспис, сапфир, карбункул, изумруд, золото, и все искусное, и усаженное у тебя в гнездышах, и нанизанное на тебя приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконие. От обширности торговли твоей внутренней, твое исполнилось неправдой. Ты согрешил, я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя с херувима осеняющим из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Вот что произошло на небе. Один из служителей, который был избранным Богом, и вы услышали, в каких одеяниях он ходил, и был поставлен на самом высоком служении, постал против Бога. Всего один раз мы находим это место. Об этом еще говорит пророк Исаий, 14 главе, от этого греха, гордости и тщеславия. Оказывается, грех гордости родился не на земле, а на небе. Сам херувим возгордился против Бога. И смотрите, решение Бога низвернул на землю. Ну, может быть, для нас тяжело понимать, с херувимом так получилось. Давайте мы спустимся на землю и пойдем в первую книгу Бытие и посмотрим, что произошло с первым человеком. Адам и Ева. Они получили от Господа заповедь не вкушать с дерева опознания добра и зла. Я хотел спросить, сколько раз вы нашли в Библии, что Адам и Ева повторяли этот грех? Всего один раз. И приходит Бог и спрашивает, Адам, где ты? Я нагий. А кто тебе сказал? Кушал ли ты от дерева, которое я сказал не трогать? Не я, моя жена. И дальше в этой же главе мы видим Божие решения, Божий суд для Адама и Евы. Низвергнул, выгнал их из Эдемского сада. Следующий герой, мы находим их же сына Каина. Он всего одну жертву принес. И Бог сказал ему, бодрствуй. И он повторил ошибку своего отца и матери. Всего один раз. Он сказал, я убью брата моего. И он убил брата своего. Грех, убийство, это тяжелый грех. И, конечно, Бог должен был принять такое решение. Но со смертью Авеля мы видим, как грех, братоубийца, продолжается в этом мире. И это случилось в доме у родителей. Следующий грех, который мы, я хотел предложить вам, находится, это Павелонская башня. Смотрите, грех, который окутал ни одного человека, ни семью, мужа и жену. Видим, грех, который поднял дьявол, весь народ. В 11 главе книги Бытие люди собрались построить башню против Бога. Всего один раз собрались. И разрушил все это. Дьявол, который на небе один грех допустил, он находит своих служителей, чтобы повторили этот всего один раз. Следующий грех это пьянство. И вы знаете, таких героев, как Ноя и Лот, хотя Бог нашел их непорочными, Ноя, но совершил грех, когда напился. И Лот совершил грех. Тяжелые грехи люди допускают в своей жизни, и за это Бог принимает решение к ним. Смотрите, насчет жены Лотова. Когда они выходили из Содома и Гоморра, сколько раз жена Лотова, которой имени нет, обернулась назад. Всего один раз, братья и сестры. И что стало с неем? Соленый столб. И все. Всего один раз. Господи, почему с одними людьми ты так работаешь? Что ты хотел сказать через это? И смотрите, это было в Ветхом Завете, когда Лот жил еще в книге Бытие. Иисус Христос об этом вспоминает в Новом Завете и говорит, вспоминайте жену Лотова. Предупреждение. Не это ли говорит об этом, что всего один раз, и это достаточно, чтобы Бог принял решение по поводу вашего, нашего поступка, правильно или неправильно. Следующий я хотел остановиться как раз это тоже книга Бытие в семье Исаака. Родились здесь сына и знаете, эти сыновья еще с самого рождения, когда они выходили из утробы, тогда борьба уже началась. И вот нечто произошло, они стали расти, один стал охотником, другой по дому возле матери Яков. Исаак любил охотиться и однажды пришел вечером домой и он был очень голодным. Интересно, что книга Бытие 25 глава описывает, что Яков приготовил просто кушанье. Я не знаю, какой он специалист, где работал и как он умел и что это за кушанье приготовил. Ну, написано тарелка борща. Я думаю, что молдавский борщ намного вкуснее, чем вот тарелка, которую предложил ему Яков. И он сказал, я не могу просто так дать тебе покушать. Ты должен что-то дать мне взамен. И знаете, что он попросил? Продай твое первородство. Ну, настолько голод был сильный, что он не подумал об этом. В Евреи мы прочитали, что здесь написано в 16 стихе «Смотрите, бодрость, чтобы не было между вами блудника и нечестивца». Румынский перевод говорит, чтобы не было между вами блудника и мирского человека. Мирской человек, который не ценит ничем. И Исаф знал, что такое первородство, но он не ценил того, что он имел. И предупреждает автор и говорит, смотрите, всего за одну снедь, за одну тарелку борща можно потерять. Борьба семейная среди детей. Где были папа и мама? Почему они допустили, чтобы старший сын совершил этот грех? Интересно, что 27 главе, почему я говорю так строго об этом грехе, казалось бы, что тут такого? Но смотрите, 27 глава, второй раз приходит и обманывает Яков и берет благословение у отца. И вот здесь приходит Исаф, чтобы получить благословение. Исаак, отец, отвечает Исафу. Это книга Бытие, 27 глава 37 стиха. «Вот я поставил его господином над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исаф сказал отцу своему, «Неужели отец мой одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исаф голос свой заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал, «Вот оттука земли будет обитание твоё я от росы небесной, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему, и будет же время, когда воспротивишься и свергнёшь иго в свои твоей, и возненавидел Исаф Якова». Смотрите, всего за одну тарелку борща допущенный грек лишил первородного сына право на первородство. Мы можем говорить, кто такой был Яков, но меня интересует, почему всего за одну надо попросить. Следующий герой, который я хотел остановиться, это находится книга Искуа 32 главе. Моисей вёл народ свой, и пустыни остановились, Моисей поднялся на гору, но народу захотелось танцевать. Народ вспомнил ликование и те встречи, веселья, которые проводили они в Египте. И так хотелось им петь вот эти пения, египетские пения. Так им хотелось веселиться, чтобы было как в Египте. То, что мы сегодня видим, замечаем сегодня в последнее время церкви Иисуса Христа, молодёжь так и тянется вот этой вольной, вольному служению, такие лёгкие пения. И сегодня очень много таких церквей, сегодня очень много таких служителей, предлагая лёгкое служение, поклонение Богу, которое ничего не стоит, за которое ты ничего не должен платить, ты должен радоваться, Бог всё простил. Смотрите, народ этого захотел, и ничего нового сегодня не происходит. Это было в пустыне, это случилось с израильским народом, и весь народ восстал против Аарона, сделай нам другого Бога. Когда служитель Божий на горе принимает закон, как жить, дальше к сожалению народ захотел вот той жизни, которой там было. Следующий грех мы видим ропот Израиля, когда они восстали против Моисея, и земля раскрылась и поглотила их живых. Мы видим другой грех, ропот в семье служителей Моисея и Аарон и Марьям. И здесь дьявол нашел лазейку, открыл эту дверь и шепнул на ухо и Аарону и Марьям. И знаете за что? Так просто. По-человечески можно было не обратить внимания. Моисей решил взять еще одну жену Эфиоплянку. И они восстали против Него. Всего один раз Марьям восстала против Моисея, и она покрылась проказой. Всего один раз. Наше отношение к своим служителям, к своей семье, мужа к жене, жене к мужу, к детям очень важно перед Богом. Вы думаете, просто так мы кричим? Вы думаете, просто так мы три раза повторяем? Дьявол знает. И дьявол занимается этим. Я хотел еще раз, еще один герой, чтобы вы услышали, это сам Моисей. Помните, когда Бог сказал, иди, скажи, горей. А он что сделал? Поднял и ударил. Знаете, чем оплатил Моисей вот это непослушание? Не вошел в Канад. Слышите? Служитель Божий. Можно понять Моисея, сколько он совершил для этого народа, сколько он молитв ходатайствовал перед Богом. ударил скалу. В другом месте написано, что он не поверил Богу, но другой, они, 105-й псалом говорит так, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Другой перевод, знаете, как написано? Ибо они развратились против духа его. Люди восстали против Моисея, и Моисей не контролировал себя. Это хороший урок для всех служителей, для всех тех, которые хотят прославить Господа, поклоняться Богу. Моисей всего один раз допустил грех и потом просил, и Бог сказал ему, не проси больше об этом, все, что хочешь, могу тебя поднять на эту высокую скалу, показать тебе, но ты туда не войдешь. Потому что я сказал. Братья и сестры, мы не Моисеи. Моисей всего один грех допустил. И вопрос для всех нас, Господи, за что ты каждый день прощаешь, каждый день ты заботишься, покрываешь наши недостатки. Есть еще один грех, я нашел один человек, который совершил грех, из израильского народа, это простой член церкви, можно сказать, когда Ахан протянул руку, помните, был приказ царя не трогать ничего, и он увидел там одежду небольшую. И чем поплатился Ахан? Иисус Навин принимает для него решение. Всего одну одежду, у кого руки чистые сегодня и никогда ничего не тронул, никогда не трогал чужое. Что сегодня может Дух Святой сказать нам о том, что мы делаем? Я нашел еще грех Озы, 2 царств, 6-7. Он простил руку, когда приносил ковчег, и волы, когда вели ковчег, колесницу, и ковчег на колеснице наклонился и Оза хотел удержать. И он поплатился собственной жизнью. Всего один раз он нес это служение там. Грех Гиезии. Я хотел показать вам еще одно служителя пророка Елисея, который каждый день видел те чудеса, которые творил, те исцеления слушал, кушал вместе с пророком. И один раз решил, что ему нужно то, что Нейман принес, а Елисей не взял. И проказа Неймана осталась на все его поколения навсегда. Слышите? Всего один раз. И Бог целил его. Давайте Новый Завет. Я хотел, чтобы мы посмотрели на одного ученика, хотя он повторил этот грех. Петр, который обещает, что никогда не будет отказываться от Христа, отрекся. Не пропоет петух, как ты трижды отречешься. В Новом Завете есть еще одна семья. помните, когда Дух Святой начал работать, и Ананя и Сапфира принесли и положили у ног у тайную цену. Чем поплатились эти двое? Собственной смертью. Господи, почему ты одних терпишь, с одними ты так много, долго работаешь, а с другими так быстро решаешь все вопросы, что произошло, почему так. И, конечно, сегодня для всех нас призыв. Дорогие братья и сестры, я хотел предложить себе и каждому не шутить с грехом. Грех это огонь, который поджигает все, все сгорает. Грех это остается перед Богом, да, Он прощает. Знаете, я как-то размышлял эти дни, ну, почему в молодости я такой был? Я помню, там не так делал, там не так говорил, ну, почему так много? И вот как-то при размышлении я вспомнил, что действительно наши ошибки исправить невозможно. Почему Бог так допустил? Увидеть себя перед Богом, святого Бога и себя грешника, и тогда ценить жертву Иисуса Христа. Мы не лучше Адама и Евы, мы не лучше других героев веры, но, смотрите, с одними Бог поступил один раз и решено. С другими, со многотысячными, сегодня, в 21 веке, Бог каждый день Духом Святым работает и говорит, и приглашает, и говорит, что кровь Иисуса Христа сильна мыть всякий грех. Я призываю каждого из вас присмотреть свое хождение перед Богом и отношение свое к греху, отношение друг к другу. Нам кажется просто подсказать одно слово, посмеяться, как-то унизить. Вы знаете, а это перед Богом, Бог все видит, и Бог все знает, перед Богом все открыто обнажено, и, может быть, именно этот поступок является последним, мы же не знаем. Господи, если Ты так строго поступал с другими, а нас Ты помиловал, и мы верим, что в Иисусе Христе мы имеем прощение всех грехов, чтобы Бог помог в последующее время, сколько Он предназначил жить здесь на земле, жить красиво, стараться бодрствовать и не быть похожи на Исава, который всего за одну похлебку, может быть, за одну мелочь, всего за одно слово, всего за один взгляд, а это огорчает, а это грех перед Богом. Господи, помилуй, Господи, благослови, аминь, будем молиться.